В одном лесу жил-поживал крошка-букашка. Каждый день с восходом солнца он собирался на прогулку, закрывал свой домик на маленький замочек, а крохотный ключик прятал себе в карман. Однажды крошка-букашка обнаружил, что его ключик куда-то пропал. Куда же он мог исчезнуть? Разволновался крошка-букашка и занялся поисками. Он смотрел под кроваткой и за кроваткой, в шкафу и на шкафу, поднял все стулья и столы, проверил под ковриком и в старом осеннем пальто. Ключика нигде не было видно. «Наверное, я обронил его на прогулке!» Огорчился крошка-букашка и, прослонив к двери небольшой камешек, поспешил в лес. На тропинке ему встретилась грустная гусеница. Она никак не могла дотянуться до свежего листика. Крошка-букашка остановился, сорвал его и протянул гусеницу. Гусеница поблагодарила крошку-букашку и счастливо захрустела листиком. «А куда это ты так торопишься?» Поинтересовалась она, когда крошка-букашка стал прощаться. «Я потерял ключик от своего дома!» Сказал крошка-букашка. «Может быть, ты его видела?» Но гусеница отрицательно помотала головой. «К сожалению, нет!» Ответила она. «Хочешь, я посторожу твой дом, пока ты не закроешь его на замок?» «Спасибо, милая гусеница!» Поблагодарил ее крошка-букашка и побежал дальше. Он пробежал совсем немного и почти сразу же налетел на жука. Тот лежал на спине и никак не мог перевернуться на лапы. «Посторожнее, молодой человек!» Прожужжал жук. «Вы уже не первый, кто пробегает мимо, не замечая меня!» «Извините!» Сказал крошка-букашка. Помогаю жуку подняться. «Я немного спешил! Искал ключик от своего дома!» «Вот спасибо!» Закряхтел жук, разминая затекшие лапки. «Помог старику! Но и я в долгу не останусь! Кажется, я видел, как что-то блестело вон за теми кустами! Посмотри, а уж я послежу, чтобы к тебе не забрались воры!» Крошка-букашка благодарно кинул и стал искать там, где ему указал жук. Но вместо ключика нашел пуговицу, поблескивавшую на солнце. «Ах, какая красивая!» Восхитилась бабочка, сидевшая рядом на цветке. «Я как раз мечтала о такой!» «Пожалуйста, бабочка, возьми ее себе!» Вздохнул Крошка-букашка. «Мне нужен только ключик от моего дома!» «Спасибо!» Обрадовалась бабочка и обхватила лапками пуговицу. «Я обязательно присмотрю за твоим домом, чтобы ты мог спокойно искать свой ключик!» И не успел Крошка-букашка что-либо ответить, как бабочка уже упорхнула. Уставший Крошка-букашка вышел на берег озера. Обычно именно здесь он заканчивал свою прогулку. Крошка-букашка огляделся по сторонам, и тут не было ключика. Он огорченно опустил голову и побрел по тропинке обратно. Ему было очень грустно. Он и сам не заметил, как оказался перед своим домом. А когда поднял глаза, то увидел гусеницу, майского жука и бабочку. «А у нас для тебя сюрприз!» Сказали они весело и протянули удивленному Крошке-букашке его маленький ключик. «Вот это да! Как же мы его нашли!» Обрадовался Крошка-букашка. «Мы по очереди искали твой ключик по всему лесу!» Сказала бабочка. «Гусеница сплела шелковые нити, которые мы оставляли везде, где были, чтобы не возвращаться на одно и то же место дважды. Жук жужжал на всю округу и спрашивал у всех, не видела ли кто твоего ключика!» Продолжила довольно гусеница. А бабочка кружила и махала крылышками, нагоняя ветер и раздвигая густую траву. Закончил жук, потирая усики. Крошка-букашка был так счастлив. «Как же мне вас отблагодарить?» Спросил он. «Ты помог нам, а мы помогли тебе!» Сказала бабочка и сверкнула пуговицей. «Для того и нужны друзья!» Подмигнул жук и положил лапку ему на плечо. А гусеница улыбнулась и предложила всем съесть по кусочку вкусного березового листика с чаем. Все согласились, что это отличная идея и пошли в гости к крошке-букашке. Дверка за ними закрылась и в замке звонка повернулся маленький ключик. Клик-клак!